Глубоко уважаемые коллеги, гельминтозы по-прежнему остаются проблемой не только для Украины, но и для европейского региона, потому что мы говорим о том и видим, что активизируются миграционные процессы, процессы перемещения переносчиков и самих паразитов в северные регионы. И как пример мы имеем на сегодняшний день уже пациентов с тяжелейшими филариозами тропическими, когда заражение произошло, ну представьте себе, не в Северной Африке, а в Анталии, и когда приезжают пациенты с лишманиозами висцеральными из Крыма и с слизистокожными лишманиозами из Франции. Поэтому, к сожалению, такие случаи есть, эти пациенты наблюдаются у нас в клинике, лечение очень тяжелое, и поэтому Всемирная Организация Здравоохранения уже более десятка лет работает над программой «Забытые тропические болезни». К ним относятся и гельминтозы, и у нас в Украине, к сожалению, есть уже свои местные случаи анкилостомидозов. Это гельминтозы, тоже относящиеся к тропическим. В Украине были только завозными. На сегодняшний день в Хмельницкой области уже доказана их местная передача. Но и в Европе, посмотрите, каждый год 4 миллиона детей инфицируются гельминтозами. Поэтому Всемирная Организация Здравоохранения приняла такую программу, где была определена глобальная цель освободить детей прежде всего школьного возраста от инвазированности гельминтами. Геогельминты – это антропонозные инвазии, аскориды, анкилостомы, власоглавы и кишечные угрицы прежде всего. Острицы к гельминтам не относятся, это контактная инвазия сугубо человеческая. Поэтому, когда приходят папа и мама и говорят, у нас только собачек и кошечек, да не надо, это все ваше. Поэтому вот прежде всего детей школьного возраста путем охвата дегельминтизацией. То есть в Европе, в европейском регионе такая программа разработана. Украина в ней тоже участвует, но определенные события помешали нам участвовать в полной мере. Но еще в 2014 году были совещания в Швеции, где участвовала я как представитель Украины, где говорилось о том, что детям в школу приходит комиссия и вот, собственно, вкладывается вот эта вот одна таблетка альбендозола, которая оказывает влияние одновременно и на личинку, и на взрослую особь, и на яйцо. Поэтому единственный препарат, который может применяться с профилактической точки зрения. В предыдущем докладе говорилось о том, приводился 2015 год, что назначение одной дозы противопаразитарного препарата не влияет на вакцинацию. Да, он не влияет, поэтому вкладываем одну таблетку и вакцинируем, никаких противопоказаний нет. А вот если этого мы с вами не сделаем, то могут развиться тяжелейшие аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Поэтому в Европе все делают таким образом. Ну и понятно, что человек, как и все позвоночные, является контейнером для другой многоклеточной жизни, для гельминтов. И доказано, что они работают таким образом, что, во-первых, подавляют иммунную систему хозяина, поэтому иммунодефицитные состояния как бы у иммунокомпетентных представителей развиваются без всякого ВИЧ-инфицирования. Тяжелейшие иммунодефициты могут наблюдаться, если длительно идет паразитирование. И они способны вырабатывать гормоноподобные вещества и руководить поведением своего хозяина. Считается, что даже за рулем будет чаще нарушать представитель, являющийся носителем гельминтов, чем тот, который себя освободил от их присутствия. Ну и в результате такой межвидовой борьбы мы говорим о том, что взаимоотношения складываются таким образом, что ухудшение здоровья разной степени, вплоть до гибели хозяина. А у нас как-то не принято в Украине выставлять диагноз посмертный гельминтоз, потому что идут осложнения тяжелейшие. И потом уже, извините, на секции кто там разбирается, от какого гельминтоза пациент умер. Когда идут уже тяжелейшие осложнения, и там это выносится в главный диагноз. Угнетение репродуктивной функции сокращения воспроизводства хозяина. Говорится о том, что на сегодняшний день таксокороз, который широко распространен в Украине, является проблемой для вынашивания беременности. Поэтому нужно как бы это учитывать и ввести в торч инфекции для исследования даже на этапе планирования беременности. И даже изменение нормальных поведенческих реакций хозяина. Клинические проявления зависят напрямую от пораженности населения. На фоне снижения популяционного иммунитета пораженность населения растет, поэтому даже энтеробиоз будет проявлять себя не субклинически, но иногда там с зудом анального отверстия, что в общем-то встречается у 30% населения. А будет хирургический энтеробиоз, когда приходит пациент от хирурга со справочкой полный аппендикс глистов. Так вот там не только острицы могут, а членники различных длинных гельминтов и аскориды в том числе быть причиной развития такой патологии хирургической. И вот с официальной статистики, она несовершенна, идет реорганизация санитарной службы. Ну представьте себе, когда официально по городу Киеву один случай и хинококоза. А сколько хирурги удали от хинококовых кист за месяц? Ну невозможно подсчитать, потому что никто эту статистику естественно никуда не подает. И вот на этом фоне мы видим снижение по годам заболеваемости, хотя и это идет на фоне снижения количества обследований на паразитарной инвазии. На сегодняшний день ваш Киев, извините, не имеет лабораторной диагностики, как и вся Украина. Все смотрят на сирологию, а что касается кишечных инвазий, то сирология тут не работает. И антитела даже после удаления тех же самых аскорид, которые, кстати сказать, больше года не живут, а лаборатория 5 лет находит яйца, неизвестно откуда взявшиеся, что касается капрологических лабораторий, а антитела в крови могут держаться и значительно дольше. И вот на фоне даже такой несовершенной статистики по областям все-таки даже идет увеличение заболеваемости. Это такие области, как Херсонская, Сумская за счет апистархоза, Киевская, Запорожская. Все-таки проблема существует. Ну и традиционно, конечно, для Украины это энтеропиоз. Энтеропиоз считалось раньше, что в крупных промышленных городах более 95% пораженности населения. Удельный вес, конечно, приходится больше на деток. И каждый у нас 10-й ученик инвазированный энтеропиозом, и каждый 20-й ребенок детских дошкольных учреждений. Заразиться можно не только контактным способом, но и аэрогенно, вдохнув яйцо острицы с пылью, потому что в одном грамме пыли в жилище человека обнаруживали более 300 яиц остриц. Сегодня хорошо так прекрасно доложили об аллергических ринитах. Так вот у нас с отолерингологами была проведена совместная работа, и показано, что аллергические риниты на фоне оскоридоза, энтеропиоза тоже имеют место быть. А вот удаление паразитарной инвазии ведет к выздоровлению таких пациентов в большинстве случаев. Тоже надо иметь в виду. Ну и если все-таки острицы проживают в организме своего хозяина, то это не только вот ректальные анальные свищи, парапрактиты находят их и на шейке матки. Вот вы как здесь видите, такая работа проводится во Львове. То есть оскориды, острицы мигрируют, пенетрируют кишечную стенку. Острицы живую особь взрослую находили даже в околоушной железе. То есть вот такие они путешественники. А острица является одним из наиболее иммуносупрессирующих организм человека гельминтов. И доказано, что воспалительные заболевания женской половой сферы чаще развиваются на фоне энтеробиоза до 50% оскоридоза. И здесь это настоящие фотографии наших пациентов на шейке матки, внутриматочной оскориды и острицы. И как изменилась за последний год структура заболеваемости паразитарными инвазиями? Энтеробиоз всего 50%, а идет рост оскоридоза, лямблиоза. Появляются такие инвазии, как бластацистос, чаще встречается трихоцефалез. Поэтому идет заболеваемость оскоридозом, передается внутриутробно. У нашей клиники есть деточки по 2 недели от роду, а отошла взрослая оскорида. Значит, это четкая передача идет внутриутробно, потому что на 40-й день после рождения, если нашлась оскорида, а период ее появления только через 60 дней ребенок может заразиться из внешней среды. Причем грудной ребенок, как он заразится, если он не употребляет ни клубнику, ни зелень и так далее. И контактным способом оскоридозом заразиться невозможно. А вот такие случаи, когда у городских деток по 50-100 оскорид одновременно отходит через рот и анальное отверстие, в нашей клинике тоже довольно часто встречаются. И это тоже говорит о росте заболеваемости гельминтозами в Украине. Но и при низкой интенсивности инвазии, собственно, ничего хорошего не происходит, потому что это увеличивает миграционные процессы оскорид. Вот здесь вы видите в ампидекулярном отростке оскориду за счет того, что она ищет полового партнера и будет мигрировать во все органы и ткани. Ну и вакцины против гельминтов не существует. 500 видов паразитируют только у человека. А сколько заонозных инвазий, не пересчитать. Поэтому в 2001 году Всемирная Ассамблея Охраны Здоровья приняла программу профилактической химиотерапии глистных инвазий, проведение регулярных профилактических курсов приема антигельминтного препарата широкого спектра действия, которым во всем мире на сегодняшний день является альбендозол. Препарат с высоким профилем безопасности и рекомендуется возле контроля над заболеваемостью гельминтозами и перед вакцинацией. Поэтому ВОЗ разрабатывает новый перечень препаратов, которые обязаны присутствовать в каждой стране. Иначе отсутствие таких препаратов создает реальную угрозу для жизни пациентов. Вместе с антибактериальными препаратами обязаны быть и антигельминтные препараты. У нас в Украине таким препаратом является Вармил. И ВОЗ рекомендует профилактический прием альбендозола группам риска два раза в год для предупреждения гельминтозов и перед вакцинацией. Потому что обследоваться лабораторно перед вакцинацией невозможно. Лаборатории, я еще раз говорю, работают очень, ну, скажем так, недостаточно хорошо. А если хорошо работает, то берет большие деньги. У ВОЗ КИИ есть лаборатория, которая закал яйца гельминтов берет 3000 гривен. А спрашивают, а почему? А мы отправляем на исследование в Америку. Меня пациенты спрашивают, а что ближе никто, нигде не смотрит. Ну, вот такие проблемы. Поэтому двойной механизм действия препарата обеспечивает его эффективность. Вот обратите внимание, нарушение цитоскелета. Если проведено эффективное лечение, пациент отхождения аскориды в целостном состоянии после лечения не увидит. Отходит аскорида целая тогда, когда заканчивается цикл развития. Больше года аскориды не живут, поэтому те врачи, которые по 3-4 года лечат, это неизвестно они, что лечат. А год ее цикла развития закончился, она вышла, пациент увидел, пришел к врачу обследоваться, дальше получать лечение. А если эффективно проведено лечение, то идет нарушение цитоскелета, разрушение гельминтов внутрикишечно. И поэтому как бы пациент отхождения гельминтов уже у себя не увидит. Альбиндазол вармил имеет наибольший спектр среди антигельминтных препаратов. Назначается при микстоинвазии. Хочу сказать, что в принципе ВОЗ дает такую статистику. Каждый житель Африки носит в себе по 5-6 видов гельминтов. В Европе поражен каждый третий житель. Но то, что как бы статистически могу вам рассказать, кто приходит к нам в клинику из пациентов, по одному виду гельминтов никто не имеет. 3-4 вида гельминтов. Поэтому микстоинвазии, здесь тоже обязательно эффективность препаратов доказывается, что он работает и при таких состояниях. При протоколе лечения мы видим, что антигельминтные препараты широкого спектра действия, а потом обязательно назначается патогенетическая терапия. Или одновременно здесь должны быть и сорбенты, и желчегонные антигистаминные препараты и так далее. Протоколы в 2006 году написаны по всем гельминтозам. Ну, вы меня извините. Вот какие тогда были протоколы, тогда и написаны были. Теперь будем писать новые. Но о них никто не отменял. Поэтому специфическая терапия, она во всех протоколах присутствует. Я вам только что объяснила, почему это имеет смысл, дегельминтизация. Если ее не провести, то введение нового антигена на фоне уже исснующих, существующих антител противопаразитарных могут выяснить аллергические реакции. Я прошу уваги. Давайте будем поважать до предыдача. Есть данные по этому поводу. И даже ту статью, которую вам приводили, это говорит о том, что нужно назначение противопаразитарных препаратов. Они не являются противопоказанием для последующей вакцинации. Но их назначение обязательно. Перед вакцинацией нужно проводить обследование на паразитарной инвазии. Если этого невозможно сделать, то нужно профилактически проводить противопаразитарное профилактическое лечение. Это рекомендация Всемирной Охраны Организации Здравоохранения. Я напрямую работаю в этом плане. И все эти доказательные рекомендации первое, что читаю. Потому что у нас протоколы, извините, несовершенные. И пока паразитологию, вот как говорится. Что есть, то есть. В этом плане надо дорабатывать. Надо дорабатывать. Почему и в плане паразитарных инвазий надо проводить, как бы информацию доносить для врачей. Вы же смотрите, вы заканчиваете институт на додипломном этапе. Вы получаете всего несколько часов на гельминтозы. И там буквально одно занятие или два на малярию. После окончания института, после дипломного образования, семейный врач не имеет ни одного часа на паразитарной инвазии. Не имея представления, что такое паразитология, как можно делать выводы о том, что нужно или что не нужно. Давайте я уже закончу, а вы уже потом мне зададите вопросы. Прошу тихо, тихо. Прошу закинчать. Я хочу сказать, что врачи у нас не знают паразитологии. Лабораторной диагностики у нас в Украине нет на таком уровне, на котором она должна была бы обеспечивать эффективность проведения диагностики. Глостики. Давайте после того поговорим. Принципы лечения гельминтоза. Вот как на сегодняшний день они должны проводиться. Это дегельминтизация или антипротозойная терапия специфическими препаратами широкого спектра действия. Применение средств, которые обладают патогенетическим действием и создание условий для подселения нормальной микрофлоры. Я убираю, так сказать. Ну, поймите правильно, потому что... Шаново, коллеги, мы снимаем доповедь. Дякую. Дякую вам. Хорошо. Давайте я попрошу... Оглашуй наступную доповедь.